Всем привет! Это снова Демас. В такую ненастную погоду мы решили, но у нас вариантов нету. Буквально прошло день-два и погода очень резко изменилась. Мы снова готовим для вас. Сегодня будем готовить уху и щуки, щучий голов, бургер, опять же, с щучьими котлетами и салат колслоу для Коли специальный. Салатик такой небольшой, капустный, свежий. Подготовим пока все для котлет. Вот уже начался процесс. Я срезаю филешку с щуки. Потом затем ее провернем, сходим через мясорубку. Начнем. Снимаем филе. У щуки достаточно много костей. Ну, если мы пропускать через мясорубку, это не страшно. Так что с кожей прям режем. Вот, ну, как бы вот здесь, я думаю, это достаточно филе. Так что пойдем делать фарш. Увидимся. Ну что, ребятки, пока нас сильно не замело, мы готовим знаменитый салат американский колслоу. У поваров есть такая шутка, что, как переводится, Коли, медленный. Это салат. Вот. Ну, как шутим всегда так над ним. Салат, не знаю, знакомый мне за 90-х годов. Вот. Делается очень просто. Ну, как бы, у кого есть какая фантазия. Основной компонент это капуста, морковь свежая. Капуста тоже свежая, белкочанная. Можно использовать краснокочанную, но она более своеобразная. Она к другим блюдам лишь подходит. Яблоко лучше без кожи, любое лучше сладкое. Чеснок, майонез, соль, перец. Можно масло ароматное брать для этого без майонеза. Кому как нравится. Любые сузы, можно добавлять любые компоненты, но как пластикой это либо сметана, либо майонез. Вот. Берем капусту, разбираем на соцветия. И стараемся резать. Можно использовать терку такую, знаете, помощницу. Она очень мелко режет. Но, как бы, если есть острый ножик, и вы хорошо владеете ножом, можно нарезать ножом. Это более интересно и завораживает. Вот, мелко-мелко. Это один миллиметр прям. Ну, максимум полтора. Если что, тут, ну, попадается такое крупное. Неважно, мы это все будем все равно солью разминать. Вот. И... Все перемнется. Капусту немножко прессуем. И погнали. Мангал у нас горит. Дрова там полыхают. Если бы не мангал, мы бы уже давно все замерзли. Реально, ребята, погода такая. Как говорят, марток одевает 4 пары порток. Это просто жесть. Ну, как бы... Нам такое не страшно вообще. Ни капельки. Так, все, капусту мы порезали. Так, берем соль. Ну, как бы, не буду все говорить, все знают, что соль там добавляешь в капусту. Получается волшебство. И мнем. Все, сок дала капусту. Можно дальше не мять, она сама дойдет. Вот. Затем мы заранее подготовили морковку, чтобы нам не мерзнуть на улице. Потерли. Вот. Чуть-чуть морковки добавили. До цвета. И яблоко. Яблоко можно потереть на терке. Можно мелко так же нарезать, как капуста. Одного яблока достаточно. Можно без яблока. Как бы это... У кого что есть в данной ситуации. Вот яблоки тоже можно немножко помять, чтобы они дали сок. Чеснок. И можно добавить чеснок. Кому нравится, опять же. Салат легкий. Но Коля не очень легкий. Так что он медленный. Чесноком вообще пойдет отлично. Вот. Чеснок добавили. Капуста. Соль. Морковка тертая. Яблоко можно тертое. Мы нарезали. Чеснок. Можно выжать через... Выдавить через... Чеснокодавилку. Можно так, как бы... Можно просто кинуть чеснок. Чеснок вот такая вещь, что не испортишь. И добавить можно молотый перец. Мы добавляем в этом случае 4 вида перца. Тоже это кому как нравится. И мы не будем добавлять сметану. Мы добавим майонез. Примерно где-то 2 столовые ложки получится. У нас 4 вилки. И все перемешали. Салат готов. Коус лоу. Пожалуйста. Еще раз всем привет. Ну, вот у нас кассир разжегся. Казан поставили. Начинаем готовить уху. Для этого что нужно? Для этого нужно налить воды. Наливаем воду. И можно сразу опустить. У нас здесь... Мы сделали в марлю. У нас здесь щучьи головы, хвосты. А также голова джериха. Где-то полкило получилось. Но для супа хватит. Тут 3 головы. 2 хвоста. Вот. Все в марлю для удобства. Чтобы потом вынуть. И не мучиться. Чтобы кости остались. Это перебрали. И также каждый может себе добавить в тарелку. Либо просто перебрать и добавить все в уху. Вот. Все опускаем. И все. Для начала больше нам достаточно. Ждем пока все закипит. Накрываем крышкой. Ждем пока закипит наш бульон. Ну вот. Пока у нас уже появился... Пенка. Мы сходили... На речку нашу Дон. И набрали ключевой воды. Еще. И уже пенка. Прошло буквально 10 минут. Все. Появилась пенка. Снимаем. Уже закипает. Наша юшка. Ветер конечно ужасный. Просто. Снимаем пенку. Как бы это... Чтобы бульон не был таким мутным. Вот. Чуть убавим. Нашу кастрюлю. Чтобы надвушечек подставим примерно. Сильно, чтобы не кипело. Надвушечки достаточно. Вот крышкой можно и закрывать. Ну все. Ждем 5-10 минут. Мы снова вместе с вами. У нас не потеплело. Мне кажется, даже похолодало. Так что... О, все кипит. Все бурлит. Волшебство. Вот. Прошло минут 5-10. Здесь у нас лук-морковка. Заранее приготовили все. Вот. Опускаем. Примерно где-то 5-10 минут тоже вместе варится. И добавим картошку уже. Ну вот. Прошло еще минут 7 примерно. Стало еще холоднее. Но мы не отчаиваемся. У нас уже вот поварилась. Лук-морковка. Добавляем картофель. Крупные нарезки. Добавили. И тоже ждем минут 10, пока поварится он. Что, ребята. У нас прошло 10 минут. После того, как мы закинули картошку. У нас внезапно очень сильно похолодало. Я еще утеплился. Просто жесть. Руки синие. Смотрим, что у нас получилось. Отлично. Просто отлично. Вижу, что картошка у нас. Вот. Мы прибавили на трешечку. Сейчас должен процесс закипания пойти. Вот. Добавляем шино. Тут лаврушечка у нас присутствует уже. Вот. Добавляем шино. Уже это окончательное у нас. Окончательная процедура. Больше, в принципе, мы не будем это тревожить. Вот. Сахар. Я всегда добавляю сахар. Буквально пол столовой ложки. Лучше сладко, чем горько. Как бы. Вот. Добавляем зелень. Сухую. Немножко ее измельчим. Свежей пока нет, к сожалению. Магазин далеко. Вот. Измельчаем. И добавляем. Соль. Ну, столовая ложка. Не меньше. Если что, можно добавить. Душистый перец. Можно перец горошком. Черный обычный. Душистый. Десять штучек примерно. Очень ароматный. Давайте одиннадцатый. Вот. И за место черного горошка добавим молотый. Тоже от души. Уха любит. Ветер вообще ужасный. Ветер сдувает. Ну, вот я это. Добрался до волшебной ложки, наконец-то. Никто мне в этот раз не помог. Вообще. Ужасно, ужасно. Все. Ветер все дым на меня гонит. Вот. Как и вчера. То есть, не вчера, а на днях. Это было. Мы все готовим на ключевой воде. Все. И ходили к Дону. В колодце у нас. И святой колодец у нас. Мы там берем воду. Ну, не все, конечно. В состоянии донести с речки воду. Из колодца. Но, у кого есть желание, тот ходит. Вот. Так же мы сегодня на этой воде варим муху. И уже не добавляем, не прибавляем огонь. Уже все будет томиться до 10 минут. Максимум 10 минут. Потому что больше не стоит. Накрываем крышкой. Все. Ждем. Через 10 минут уже все будет готово. Все. Увидимся. Ну вот. Мы приступаем к нашим котлетам рыбным. Погода окончательно испортилась. Слева, с севера идет безумная просто туча. Которая сейчас, мне кажется, нас несет. Но мы продолжаем готовить. Как бы погода не главная. Добавляем в яичко в нашу пропущенную через мясорубку щуку. Вот. Соль. Если можно. Спасибо. Вот. Оставшийся перец. Молотый. Уже видите снег. У людей. Как будто вот когда им плохо. Они чувствуют. У них мушки белые в глазах. Тут просто мушек много. Так что. Добавили соль. Перец. Чеснок. Зелень потом добавим. И все начинаем перемешивать. Если честно, щука уже немножко подморозилась. Я вас не стану обманывать. Вот. Погода минусовая на улице. Мы пили чай, и он замерз у нас. Так что я вас... Экстремальные щучьи котлеты. И сейчас будут просто... Благо, это все происходит на удаленке. Сейчас не придет никакая там Росгвардия и там подобные. И закроет наши мероприятия. Вот. Все перемешиваем. Вот. Тут у нас панировка. Панировка интересная. Это панировка для креветок тампури. Обычно это все жарят во фритюре. Мы будем жарить это на сковородке. Просто снег валит. Вы не представляете, в каких экстремальных условиях все это делаем. Соседи смотрят давно уже сериалы. А мы вот снимаем для вас видео. Достаточно интересные, я надеюсь. Вот. Ну, фарш перемешали. Формируем котлеточки. Вот. Примерно грамм по 100. Делаем шарики и... Уже формируем котлетки. Вот. Делаем их плоские. Они у нас сейчас... С погодой. Не жидкие. Примут отличную форму. Мы за это не переживаем. Не беспокоимся. Вот. Грамм 100 примерно. Вот. Делаем еще одну. И фанировку. Таким же образом делаем все остальные... С остальной фарш. Вот. Так что... Отключаемся. И переходим на мангал. Жарим там котлеты. Мы перешли к мангалу. Масло у нас растопилось. И... Жарим наши котлеты на бургер. Щучьи напоминает. Вот. Все жарится у нас. Ну вот. Наши котлеты на четверочке. Калернулись. Мы их переворачиваем. Прошло буквально... Ну, кассир пока разжегся. Ну, 3, максимум 4 минуты. Переворачиваем. Обычным способом. Переворот. Смотрите, какие румяные. Просто красота. Отличная. Супер. Панировка просто... Ну, волшебная вот эта. Я ей пользовался много раз. И я понимаю, что она просто чудеса творит. Все. Можно убавить до двушечки. И наши котлеты дойдут. Рыбка схватится. Рыбка готовится быстро. Все. Тогда встретимся буквально минут через 5-6 с золотыми котлетами. Ну вот. Котлеты мы сняли. Они дошли. Кинул сюда сливочное масло. Сейчас будем обжаривать булочки. Антон мне... Спасибо. Антон дает булочки. И мы обжариваем. Как на гриле. У нас все по-честному. Вот. Почему не растительное, сливочное? Она более коллирует все. Оно вкуснее все происходит. Прям смело двигаете вот так. Внутреннюю сторону, естественно, мы более делаем масляную. Она у нас внутри. Огонь хороший. 3-3,5. Не угадаешь сейчас, на самом деле. С таким ветром и погодой. Дрова летят прямо вообще. Дерево за деревом. Уже в округе у нас не осталось почти деревьев. Все перешло. Отлично. Смотрите. Смотрите, как она. Она горячая. Она хрустящая будет. Все. И с другой стороны мы тоже обжариваем. Ну, все. Наконец-то мы подходим к завершающей нашей точке. Булочки у нас поджарили. Как видите, будем собирать бургеры. Мы решили сделать с ореховым соусом. Как бы... Очень подходит хорошо к рыбе. А бургер у нас рыбный. Не жалеем. Потому что для себя, любимого. Вот. Огурцы соленые. Идут по-любому у нас. Вот. Листья салата. Листья салата уже... Мне кажется, они замерзли. В таких экстремальных погодных условиях. Вот. Берем наши котлеты рыбные. Отлично. Горячие. Ах. И... Сыр для бургера. Сверху добавить лучка. Немножко. На котлеты. Кому как больше нравится. Вот. Все накрываем. Еще даже теплый. Даже в таких погодных условиях. Ну что, ребята. Погода еще испортилась. Очередной раз. Мы вот успеваем буквально... Прям вот секундно. Вот уха. Приготовили, налили. Классика. Уха. Бургеры. И салат Коля Слоу. Это несовместимая классика. С такой погодой. Ну, не знаю. Это должен каждый попробовать. Позавидовать. И испытать это. Приготовить. Ну, не каждому это вот так сложилось, как нам. Вот. Уха волшебная просто. Щука. Она творит чудеса. Волшебные бургеры. Салат. Я советую вам попробовать это все сделать в таких же условиях. Испытать такие же чувства, как испытали мы. Потому что это непередаваемое ощущение. Это реально экстрим кухня. Все готовится на мангале, на открытом огне. В течение какого-то времени определенного. Всем приятного аппетита. Это был Димас. Оператор Антон. И увидимся в следующем видео. Пишите комментарии. Всегда ответим. Любые. Ждем. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.